вот отбираю эту белки отбираю эту белки здравствуйте я в парке сегодня целый день работала как копчелка видно даже что я как загорела и вышла в парк чтобы поговорить об одной теме одну тему раскрыть я буду показывать потихонечку парк и будем разговаривать эта тема называется потерянные посылки в ютюбе столько много сейчас разных контентов которые набирают подписчиков именно вот на эту фишку каждый раз вот смотришь комментарии и ни одного нет комментария который бы сказал ребята я комментировала что нет что потерянных посылок вообще практически не существует поскольку почтальон приходит с посылкой к дверям он оставляет делает скриншот когда он пришел время дату и так далее что посылка доставлена другое дело что люди иногда это маленький процент просто пишут непонятно какие адреса и адреса вдруг он сидит заполняет он вместо того чтобы свой адрес заполнил заполнил адрес друга или еще кого-то либо написал адрес вот скажем вот у этого столба вот этой вот до панели вот этой вот цветка этого и хочет получить товар но хочет и не оставляет либо еще маленький случай когда люди спешки заказали забыли переехали в другой штат и потом через полгода или год вспоминают ну что оказывается они заказали товар вот это есть так называемые потерянные посылки но в америке существует огромная сеть система возврата посылок тем более это было сейчас два года можете представить сколько посылок заказывалось и сколько посылок отправлялось назад если вы заказываете в магазине давайте возьмем amazon таких магазинов много это был рост это воллинтон это волна такие вот таргет и так далее брендовые магазины то есть вы померили вы заказали померили вам не подошло вы отправляете эти вещи назад это возвращенные посылки возврат но в америку существует другое очень сильная система работы с этими возвращенными посылками и так посылки вернулись но предположим давайте на amazon вот amazon вы знаете давайте amazon вернулись эти посылки на amazon они это этот товар не выставляется снова на продажу не выставлять он идет на склад вот определенный склад куда эти посылки где эти посылки собираются и потом эти посылки собираются в огромные тюки и следующий этап за этой продажи вот такие большие гиганты как amazon да за ним следует другая система которая работает с этими возвращенными посылками это магазины да именно так они и называются именно магазин где возвращенные посылки то есть хозяева это этого магазина они закупают у amazon я сказал amazon walmart таргет и так далее вот эти вот тюки эти тюки на складе тюки на складе обязательно ну маркируются сколько это тюк этот стоит иногда это есть даже аукцион среди вот этих вот магазинов даже есть аукцион и продавцы покупают эти тюки они при есть магазины которые сразу открывают эти тюки вот эти вот упаковки и выставляют и по-разному есть магазины где первый завоз первый свежий завоз это по 7 долларов у кого-то по 10 долларов у кого-то по 20 но по-разному на второй день это будет скажем по 5 долларов на 3 это по 3 или 4 или 5 долларов уже последний это может быть по доллару или там за 75 центов вот так вот эти вот посылки есть магазины где тоже являются как бы складами они тоже закупают эти тюки и у них это уже третий от скажем от amazon amazon вот такой магазин склад еще третье лицо закупает их к себе в магазин приезжают на такие склады даже просто продавцы какого-то обычного маленького магазина они покупают эти тюки в этих тюках могут быть носочки карандаши ручки портфеля и так далее то есть они вот этот закупают и выставляют уже у себя как товар это уже третий уровень и когда вот вы взяли в этот магазин вы открыли вот начинается уже ютюбовская штуковина какие красивые цветочки тут то есть начинается понятие потененных посылок и люди выставляют своих контентах открывают эти посылки и вот мы не знаем что там такое всем интересно а что же там когда купили за 6 долларов за 5 за центы иногда за 75 центов получается посылка которая стоит где-то 200 или 150 долларов очень хорошие конечно такие вот для семьи для дома и так далее если не подошло очень многие люди такие тоже занимаются чем продажи на это я если бы есть значит сайт из рук в руки такое тоже есть очень много в эти магазины конечно приезжают с и б очень много приезжают с его и там целые очереди огромнейшие учить люди просто хватают не важно какие посылки как Вот они берут и дальше. Дальше либо продажа на АЭБ, если уж совсем ничего и никак, то они это дело отправляют в Гудвилл. Гудвилл является такой благотворительной организацией. В Гудвилл вы складываете бесплатно. Вы приезжаете, там такие корзины большие, вы туда все складываете, они забирают, потом они оценивают это. Но это даже не комиссионка. Гудвилл является благотворительной такой организацией, которая оценивает, выставляет вещи. Потом часть денег идет, наверное, в магазин, поскольку надо содержать его, а остальная часть уже идет на благотворительность. Но это все договоры, это я не знаю, я только знаю вот эти вот вещи. То есть вот смотрите, сколько уровней от Амазона до Гудвилла, сколько уровней и сколько степенечек. И, конечно, когда люди распаковывают, интересно, открыла, распаковала, что там такое товар, и 7 долларов. И 7 долларов может быть 2 копейки стоит, а может будет стоить 200 долларов. И наоборот, до 75 центов может быть такой товар, что вы никогда не купите, потому что жалко будет. А так за 6 долларов, за 5 или за 75 центов это можно купить. А когда семья большая, это большое подспорье. Здесь, в Америке, так же, как и везде, люди начинают уже это все экономить. Так что, да. Экономить начинают уже работать. Со скидками для магазина и так далее. То есть искать скидки пока в магазине, сколько. Ну, выпускаются такие буклеты, и там это все есть. А можно зарегистрировать на сайте, и тебе придет на телефон. Вертушечка. Такой ветерочек сейчас. Да, а тебе придет на телефон, какие скидки происходят в том или ином магазине. Так что, понятия потерянные посылки, это, в общем-то, неправильные. Ну, вот такая замануха, заманивка для людей, чтобы они заходили на контент, искали такой контент, подписывались и так далее. Да, конечно, контенты растут за счет этого всего. Ну, это, честно, замануха. И мы вот так вот с вами разобрали, что нет потерянных понятия, потерянные посылки. Такого, в общем, не существует. Такие цветочки красивые, да? Ну, такая фишка. Ну, это уже заканчивается, поскольку в основном сейчас были эти товары. Собрались они за два года. Сейчас этот товар весь уйдет, и уже такой вот гигант, как Амазон, иногда даже вообще не хочет, чтобы мы возвращали никаких посылок. Никаких посылок и никаких возвратов и ничего. Оставили, что хотите, то и делайте. Деньги возвращают. Деньги возвращают. В случае, если... Нет, если не понравилось, конечно, не подошло, это другое дело. Но если это как бы там немножечко сломано или немножечко что-то проехало... Там надо... сломалось, скажем, вот. Даже тренажеры большие. Тяжелые тренажеры... Они не хотят. Амазон не хочет. Чтобы мы возвращали. Но возвращают деньги. Вот так в парке мы с вами поговорили о том, что такое потерянные посылки на ютюбе сейчас. Так что вот так. Ну... Я просто рассказала. Люди хотят подписываться, не то, что не заставляют поставить или подписаться, или поставить лайк, или поставить, что это нравится. Ну, нет же. Сами люди это... Их желание. Я просто рассказала о том, что это такое. А вам, если понравился мой рассказ, то можете тоже поставить лайк и подписаться. Будем еще рассказывать какие-то истории и вещи. Тут вот на концовочку. Видите, как дерево... Ветка упала. Так просто... Это очень ценное дерево. И так просто его, видите, не утилизируют. Это будет решение, куда и как его... Кому отдать. Это очень ценная порода. И из нее изделия очень ценятся. Скорее всего, наверное, выставят на аукцион, чтобы кто-то купил. Кто занимается деревом. Кто-то там... Кто-то там... Ничего, свою порцию... Кто-то испугали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...